Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Маша. Я продолжаю рассказывать о наших щенках, которым исполнилось две недели. Мама Оливия заботится о своем потомстве, кормит и ухаживает. На 12 день щенки открыли глаза. На следующий день мы заметили некоторое беспокойство в поведении малышек. После кормления они долго ползали, пищали и не могли успокоиться. Дневной свет им явно не нравился, да и в коробке щенкам стало неуютно. Оливия не обращает внимания на писк щенков, поэтому нам приходится просыпаться ночью и укачивать девочек. Хорошо, что подобное случается не часто. Скоро переселим щенков в вольер, потому что они уже готовы выбраться из коробки. Щенки стали привыкать к рукам. Мама Оливия позволяет нам трогать и гладить своих красоток. Вот, полюбуйтесь. Малышке нравится мой массаж. На прошлой неделе подстригла щенкам ногти. На этой неделе то же самое. У меня есть когтерезка и не одна, но на данный момент когти щенков очень маленькие. Поэтому я пользуюсь обычными ножницами. Пока я подстригала когти, мама Оливия следила за происходящим и сочувствовала своим дочуркам, ведь для нее это самая нелюбимая процедура. Младшая уже пытается ходить, поджимая задние лапки. У щенков растет подшерсток темно-серого цвета. Я попыталась устроить фотосессию, ни поседы никак не хотели позировать, но все же что-то мне удалось запечатлеть. А сейчас о результатах взвешивания. К концу второй недели старшая весила 369 грамм. Младшая чуть легче, 340 грамм. Мама Оливия придумала новый способ выпрашивать лакомство. Теперь эта хитрюга требует вкусняшку после каждого приема пищи. После еды подбегает и крутится. Все равно, что в туалет на пеленку сходила. А за это она всегда получает лакомство. Кстати, ест Оливия. Теперь самостоятельно. В воскресенье 17 февраля мы наконец-то встретились с щенком Мэйлом и его хозяйкой Елены. Посмотрите, какой он был несколько месяцев назад. Еще издалека мы заметили Елену с рыжим мячиком на поводке. Такой образ у нас сложился, глядя на шпица Мэйла. Боже, как он изменился, его совсем не узнать. 2 марта ему исполнится год и месяц. Приближаясь к нам, Мэйл поглядывал на свою хозяйку и ждал от нее разрешения на контакт с нами. Елена разрешила, и Мэйлуша пустился в мои объятия. Характер Мэйла не изменился. Он такой же хитрый, добродушный и обаятельный. Его брутальность не мешает открытости и доброте. В глазах Мэйла радость и спокойствие. Это благодаря его хозяевам. Елена и Игорь относятся к щенку с любовью, как к ребенку. К тому же в их семье есть Йорка и Мальтеза. У Мэйла хорошие братики-наставники. Шерсти у Мэйла хватит на себя и на того парня, а может и на пятерых. Мэйл отзывается на кличку и сразу подбегает. Он очень умный и послушный, любит гулять и собирает армию поклонников. От Елены мы узнали, что Мэйл облюбовал место на балконе, куда складируют разные предметы. Если Игорь и Елена что-то потеряли, то знают, где это найти. Такой была неделя. По-моему, я ничего не забыла. Обо всем, что осталось за кадром, читайте на нашем сайте шпиц42.ру. На сайте новости появляются быстрее. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Все ссылки в описании. Надеюсь, видео вам понравилось. Если это так, то ставьте пальчики вверх, мне будет очень приятно. Также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход нового видео. Впереди еще много интересного. А на сегодня у меня все. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok